Дорогие любители гитары, у нас с вами очередное произведение. Это этюд Матео Каркаси номер 7 из его знаменитого сборника 25 этюдов опус 60. Опус – это название частей, принятых в композиторской практике. Надо обратить внимание на определенные особенности этого этюда. На что здесь следует сделать акцент? Что является главной особенностью этого этюда? Он на тремоло. Тремоло – это частое повторение одного какого-либо звука, создающее иллюзию непрерывного звучания. Из этого следует, что данный этюд, о чем, в общем-то, говорит и темп. Как вы помните, эта ремарка означает темп по метроному. Мельцеля четверть равна 160 ударам. Темп аллегра, то есть быстро, весело. Это быстрый темп. Надо будет добиваться, если говорить о технике исполнения данного произведения, надо добиваться быстрого звучания, чтобы эти нотки, повторяющиеся, создавали иллюзию непрерывного звучания, как я уже сказал. То есть этот этюд прекрасно подготавливает пальцы гитариста к таким произведениям, как знаменитое воспоминание об Альгамбре, Франциско Тараги или последнее тремоло Бариуса, знаменитого парагвайского гитариста. В общем, этот этюд, как я уже сказал, является великолепным экзерсисом, то есть упражнением на развитие вот этого приема, достаточно сложного и очень эффектного на гитаре. То есть желательно, конечно, этот этюд освоить. Кроме того, он великолепно развивает спортивные качества, так сказать, музыканта. То есть такие, как силу пальцев, гибкость, координацию движений, легкость, ну и скорость, конечно, движений. Обратите внимание на то, что здесь вы столкнетесь с новым приемом, называемым легато. Легато обозначается вот такой дужкой, объединяющей две или более нот. Легато бывает нескольких видов. Мы рассмотрим два из них, два основных вида. Это восходящая легато и нисходящая. Восходящая легато – это когда последующая нота выше по высоте предыдущей. В этом случае предыдущая нота извлекается пальцем правой руки, а последующая звучит за счет удара по струне пальца левой руки. То есть палец левой руки силой опускается на нужный лад, на нужную струну, и заставляет ее вибрировать, заставляет ее звучать на нужной ноте, так сказать, на нужной высоте. И я покажу, конечно, как это выглядит практически. И, как я уже сказал, есть легато нисходящая, с которым вы и столкнетесь в данном этюде. Это когда первая нота опять же извлекается пальцем правой руки, а вторая или последующие ноты звучат за счет сдергивания пальцев левой руки после удара пальцем правой. То есть вот в этом месте вы первую ноту, вот эту ноту фа второй октавы, извлекаете пальцем правой руки, а вот это ми возникает за счет сдергивания, сильного сдергивания пальца, который прижимал первую струну на первом ладу. То есть вы его после удара пальца правой силой сдергиваете, и вот это ми звучит как раз за счет этого сдергивания. Как это выглядит практически, я покажу. Обратите внимание на достаточно сложный порядок чередования пальцев правой руки. Он здесь достаточно подробно выписан, и заключается в том, что когда повторяются одни и те же ноты, то это происходит за счет чередования пальцев большого, безымянного, среднего и указательного. Когда вы имеете дело с арпеджио, то участвуют следующие пальцы. Через струну пальцы указательный, безымянный, указательный, а на соседних струнах, на смежных струнах, когда извлекаются звуки, то указательный, средний, указательный. Ну, а нижний голос во всех случаях играется большим пальцем правой руки. Как я уже сказал, здесь довольно обильно вы будете использовать тот прием, новый прием для нас, называемый легату, нисходящий легату, о котором я уже несколько слов сказал, и сейчас я покажу, как это выглядит. В общем, никаких особых проблем этот этюд, кроме технических, может быть, не должен у вас вызвать. Размер здесь С, то есть 4 четверти. Таким образом, приняв за единицу от счета четверть, вы будете на каждый счет извлекать равномерно, через равные промежутки времени, извлекать по 4 ноты. То есть, на счет 1 вот эта группа из 4 нот, на счет 2 это, на счет 3 это, и на счет 4 вот эта группа из 4 шестнадцатых, заключающая такт. Вот, наверное, все, что я могу сказать на сегодняшний момент. Продолжение следует...